Здравствуйте! В эфире программа «Русский вопрос» и я, Константин Затулин, ее автор и ведущий. Сегодня в нашем выпуске. 16 часов в поисках возможного. Украина и мир, что сулят итоги минских переговоров. Особенности национальной измены. Кого ведут в тюрьму, а кого в лауреаты в России и на Украине. Победа то, что нельзя ничем заменить. Автопром пожинает плоды успехов КамАЗа в ралли Дакар. Политика искусства возможного. 16 часов переговоров Владимира Путина с Петром Порошенко, Ангелой Меркель и Франсуалом Андом в Минске на прошлой неделе вполне вероятно войдут и утвердятся в хрестоматиях. Так же, как гонки 24 часа Алимана в роли культового испытания на прочность моторов и людей. Это была не самая лучшая ночь в моей жизни. Но утро, на мой взгляд, доброе. Этими словами президент Путин начал свою встречу с журналистами в Минском дворце независимости 13 февраля по итогам беспрецедентного переговорного марафона с другими участниками так называемой нормандской четверки, впервые вступившими в диалог в прошлом году на юбилей открытия второго фронта в Нормандии. Переговоры, за которыми следил весь мир, закончились принятием декларации в поддержку документа комплекс мер по выполнению минских соглашений, подписанного тогда же представителями конфликтующих сторон России и ОБСЕ. На первый взгляд, эти меры повторяют те прошлогодние минские протоколы, нарушения или невыполнение которых спровоцировало после Нового года новый виток войны на востоке Украины. Существенная разница, однако, не только в том, что теперь за подписанием документа стоит знак четырех согласия России, Украины, Франции и Германии. Кроме прекращения боевых действий вновь с 14 на 15 февраля отвода орудий и градов от Донецка и Луганска, предусматривается восстановление банковского обслуживания и выплаты пенсий, проведение новых местных выборов в отдельных районах Луганской и Донецкой областей, которым должен быть предоставлен особый статус, прежде всего в вопросах языка, связи с Россией, создания своей народной милиции. Более того, соглашение предусматривает проведение конституционной реформы и принятие до конца 2015 года новой конституции Украины с учетом особого статуса районов, удерживаемых ДНР и ЛНР. До тех пор откладывается, например, восстановление контроля украинских пограничников над участком границы Украины с Россией, которые контролируют ополченцы. В декларации лидеров четверки признается необходимость переговоров между ЕС Украины и Россией в связи с присоединением Украины к зоне свободной торговли Евросоюза и приветствуется идея общего гуманитарного экономического пространства от Атлантики до Тихого океана. Кто выиграл? Кто проиграл? Рассуждений на эту тему в переизбытке. Девиз нашей программы «Русский вопрос» гласит, чтобы правильно задать вопрос, надо знать большую часть ответа. Чтобы знать, кому и чем выгоден, а кому не выгоден сам факт встречи нормандской четверки в Минске и результаты этой встречи, нужно разобраться, к чему же стремились, чего хотели добиться каждый из его участников. Начнем со стороны, которая кажется наиболее заинтересованной в результате – с Украины. Украинские военные, попытавшиеся было, как сказал в январе Порошенко, дать сепаратистам по зубам, потеряли 550 квадратных километров территории и оказались в окружении в дебальцевском котле. Что может быть еще нагляднее, объявленная властями Украины мобилизация привела к бегству свыше миллиона призывников за рубеж. В этих условиях Петру Порошенко объективно выгодно было перемирие, за которым он и поехал в Минск. Президент Украины при этом был бы плохим украинцем, по версии прозападных сил на Украине, если бы признал ДНР и ЛНР стороной переговоров. И эти самопровозглашенные республики в итоговых документах называются отдельными районами Донецкой и Луганской областей. Для удержания за собой власти после переворота в Киеве важнее казаться, чем быть. Весь расчет, что за границей нам поможет, как говорил еще Остап Берта Мария Бендер Бей. Что хотела от Минской встречи Россия и смогла ли она добиться своих целей? Россия, которая США и Запад со всех сторон обвиняют в агрессии, хочет мира и признания реальности. Кое в чем по умолчанию это признается в Минске. Например, о Крыме никто не вспоминал. На востоке Украины только в условиях мира раны гражданской войны могут начать зарубцовываться. Но этого не произойдет, если не будет устранена главная причина, приведшая к войне. Попытка, воспользовавшись унитарностью Украины путем деруфификации и бандеризации, построить из нее антирусское государство. Пока идет война, пока Донецк и Луганск с Харьковом, Одессой, Днепропетровском и Николаевым по разной линии фронта, огромные массы русского и русскоязычного населения на востоке приносятся в жертву властям в Киеве. Донецк и Луганск должны вернуться в Украину не как побежденные, а как победители. Их особый, по сути, федеративный или даже конфедеративный статус – гарантия отгорательной зачистки. Правильно ли считать, что все, что хорошо для России, хорошо и для Новороссии? И наоборот? Увы, зверства войны на территории Донбасса никак не стимулируют Новороссию к возвращению в состав Украины в каком-либо статусе. Это идея крайне непопулярного населения Донбасса, половина которого бежала, а другая подверглась обстрелам и бомбежкам на своей земле под предлогом освобождения. Но людям нужен мир, а потом работа, восстановление разрушенного. Во всем этом им не на кого полагаться, кроме как на Россию. И доверяя России и лично Путину, руководители ДНР и ЛНР второй раз за год скрепляют соглашение в Минске своей подписью. Что заставило Францию вместе с Германией выступить инициатором переговора в формате нормандской четверки? Можно ли рассматривать эти страны Запада как посредников между Россией и Украиной? Или все же в Минске были трое против одного? И, наконец, выражают ли главные державы континентальной Европы общую точку зрения Запада на происходящее на Украине? Или исключительно свою собственную? Миротворческая инициатива Меркель и Оланды, их настойчивость продемонстрированная, была вызвана, наверное, во-первых, стремлением спасти режим Петра Порошенко. Потому что поражение в дебальцевском котле могло пошатнуть его политические основания. В тот случай, когда военный фронт переходит в политическую плоскость. Во-вторых, тоже, наверное, предотвратить поставки летального оружия со стороны США. Потому что если в общей оценке ситуации на Донбассе, утверждение вины России в этой ситуации, США и Европа едины, то в методах, подходах они несколько разнятся. И, конечно, американский истеблишмент настроен более агрессивно, более воинственно. Ни Германия, ни Франция, ни, в общем, большинство западноевропейских стран совсем не в восторге от перспективы эскалации конфликта с вовлечением инструкторов из стран НАТО, которые неизбежно сопровождают вооружение. Поэтому это была попытка, с одной стороны, спасти режим Порошенко, с другой стороны, предотвратить эскалацию через прямые действия Вашингтона и поставки оружия. США будут усугублять конфликт. Год-два они в этом заинтересованы, а Евросоюз будет пытаться его решать. Если вчера Европа в лице двух ее лидеров приняла благоразумное решение, то в США наверняка ухмыльнулись. И мы в последующие дни увидим эту ухмылку в чем-то взорванном, уничтоженном или убитом. Владислав Белов, заместитель директора Института Европы РАН. 13 февраля 2015 года. В 0 часов 15 февраля стихли бои в Донбассе, приобретшие было после подписания Минских соглашений особенно ожесточенный характер. Следует ли надеяться на будущее в плане урегулирования? Рано подводить полные и окончательные итоги всему, о чем договорились в Минске. Тем более, что уже на следующий день после встречи Украина первая на официальном уровне начала сомневаться в том, что было согласовано и одобрено. На пути к настоящему миру в самом лучшем случае еще Минск 3, Астана 4, Москва, Париж или Берлин 5. В Минске 11 февраля была трудная работа, в результате которой Россия, как и другие участники, не добилась всего, чего хотела или могла хотеть. Но того, чего она добилась, вполне достаточно, чтобы не считать 16 часов, проведенных в поисках возможного в Минске, тратой времени. Все по-прежнему впереди. С переходом перманентного политического конфликта на Украине к уличным манифестациям, потом столкновениям, потом к перевороту ровно год назад, в феврале 2014-го, затем к гражданской войне, люди маломальски знакомые с этой проблематикой не сомневались, что затронутыми окажутся не только наши отношения с Украиной, но и российское общество в целом. Многие полагают, что дестабилизация Украины – это рычаг, с помощью которого рассчитывают дестабилизировать Россию, связанную с Украиной тысячами нитей. Такое мнение находит себе подтверждение в жизни людей, прямо вроде бы никак не связанных с бойней в Донбассе или переговорами в Минске. Большой общественный резонанс в России приобрел арест 21 января по обвинению в государственной измене Светланы Давыдовой, многоэтной матери из города Вязьмы Московской области. В Ивано-Франковске на западе Украины 9 февраля по сходному обвинению был арестован журналист Руслан Кацаба, у которого, между прочим, двое малолетних детей. Мы, конечно, в советских времен помним, что все наши – это разведчики, а те, кто против – предатели и шпионы. И все же, можно ли ставить Давыдову в России и Кацабу на Украине на одну доску? Кто герой, а кто предатель? И при чем тут маленькие дети? Попробуем разобраться. Только не так, как у Пушкина в «Капитанской дочке» – выслушай, кто прав, кто виноват, да обоих и накажи. Светлана Давыдова была арестована и первоначально посажена в СИЗО Лефортово, после того, как в апреле прошлого года позвонила в посольство Украины в Москве и рассказала о подслушанном ею маршрутке разговоре, с которого сделала вывод, что военные из расквартированной части ГРУ собираются на Украину. При обыске у Давыдова изъяли дневник, из которого следовало, что после контакта с посольством она продолжила свою творческую деятельность. 7 июля 2014 года. Что за беженцы? Что бы взяли под контроль? Нам непонятно, что за беженцы. Но, возможно, которых будут размещать с целью дестабилизации обстановки, нагнетание, возможно, размесят беглых, которые бежали из зоны действия АТО. Из дневника Светланы Давыдовой. Это похоже на беглую запись чьего-то поручения. Так или иначе, Давыдова, судя по другим записям, понимает, что ее могут наказать и фиксирует в дневнике. Хотела бы попросить политубежище. Все это время она вынашивает дочь, которую после рождения называет Кассандрой. Через два месяца после родов Давыдову арестовывают. Она была против войны с Украиной. Это какой-то эмоциональный, человеколюбивый порыв. Анатолий Горлов. Муж Светланы Давыдовой. Специальный корреспондент телеканала 112 «Украина» Руслан Кацаба летом 2014 года оказался едва ли не единственным украинским журналистом, официально работавшим на территории контролируемой Луганской Народной Республикой. Репортажи Кацабы, который до этого характеризовался как яростный патриот Украины, католик, участник Майдана и поклонник Бандеры, резко отличались от официальных установок киевского режима. Кацаба, например, утверждал, что в рядах ополчения по большей части сражаются местные жители, что ополченцы отнюдь не террористы, и подавляющее большинство жителей Луганска поддерживают ополченцев. Более того, он заявил, что артиллерийские бомбовые удары по городам Донбасса наносят украинские войска. Кацаба выступил против мобилизации на гражданскую войну, которую в Киеве называют агрессией России. Выступая по скайпу в передаче «Время покажет» на Первом российском канале, журналист добавил, что люди с украинскими паспортами уничтожают людей с украинскими паспортами, и в гражданской войне победы быть не может. Всего этого оказалось достаточно, чтобы арестовать Кацабу по обвинению в шпионаже и государственной измене. Я прошу поверить мне, как военному корреспонденту, что на востоке Украины идет гражданская братоубийственная война. Руслан Кацаба из «Заявления в суде». Арест Светланы Давыдовой за несколько часов стал достоянием общественности и СМИ. Практически сразу к прессе и на телевидении разгорелся спор. А что же на самом деле сделала Светлана Давыдова и какого наказания достойно? Когда я думаю, что кормящая мать сидит в камере и сцеживает молоко, у меня просто волосы дыбом встают от ужаса. Это бесчеловечно. Ирина Ясина. Журналист. Давыдову нужно наказать, даже рискуя усложнить жизнь ее детей. Многодетная мать или бездетная женщина равны перед законом. Измена Родине есть измена Родине. Эдуард Лимонов. Писатель. Политик. Формально, звонок в иностранное посольство с сообщением о передвижении войск – это государственная измена. Независимо от того, сколько детей у звонящего и нанес ли этот звонок хоть какой-то реальный ущерб. Антон Крылов. Журналист. Группа журналистов, деятелей литературы, кино и телевидения, инициировали подписание открытого письма президенту России Владимиру Путину с просьбой выпустить Светлану Давыдову из СИЗО к детям. Ситуация, безусловно, резонансная. И о ней знают в Кремле. Когда обращение поступит, оно будет рассмотрено. Дмитрий Песков. Пресс-секретарь Владимира Путина. Светлану Давыдову выпустили под подписку о невыезде. Она находится дома вместе с семьей и по совету адвоката не дает никаких интервью до окончания следствия. Хотя градус полемики по ее поводу несколько паутих, целый ряд добровольных защитников продолжает публиковать в газетах либерального направления статьи, требуя поставить ей памятник и сравнивая то с Львом Толстым и Владимиром Лениным, то с Нобелевским лауреатом Карлом фон Осетским, сидевшим при Гитлере в концлагере. Я полагаю, что пример подвига Карла фон Осетски должен подвигнуть на номинирование Светланы Давыдовой на Нобелевскую премию мира. Как раз можно успеть в феврале. Евгений Ихлов. Эксперт движения за права человека. Нельзя сказать, что Руслана Кацабу, продолжающего сидеть в тюрьме в ожидании суда, на Украине никто не защищает. Вот, например, бывший депутат Верховной Рады Ирина Бережная написала «Страна, добро пожаловать в 1937-й». Но отдельные голоса тонут в хоре осуждения. Так ему и надо. Самое главное. Президент Украины на прошлой неделе лично поставил своей власти в заслугу арест еще 19 противников мобилизации на гражданскую войну. Две недели назад была начата мощная кампания «Информационная война против Украины» с попыткой сорвать мобилизацию. К этому были привлечены так называемые журналисты, так называемые общественные деятели. И это является такой же угрозой, как и враг на фронте. По моему поручению, СБУ будет продолжать эту работу и дальше. Петр Порошенко, президент Украины. 11 февраля 2015 года. Вы знакомы с делом Светланы Давыдовой? Правильно ее арестовали или неправильно? Ну, фактуру мы знаем. На мой взгляд, это безумие полное арестовывать многодетную мать за то, что она позвонила в украинское посольство и раскрыла страшную государственную тайну. Вот, это безумие. То есть неправильно арестовали? Конечно, неправильно арестовали. Там никакого состава преступления под названием госизмена нет и быть не может, как юрист говорю. Ее намерение позвонить в посольство, сообщить какие-то данные, даже если они не подтверждаются фактически, я вижу в этом некую такую негражданскую гнусность, большего другого названия. Она не хочет, чтобы война была, не хочет, чтобы наши ребята там гибли. Здесь многие не хотят войны. Есть разные люди, кто-то хочет войны. Есть люди, которые говорят, почему Путин, когда началась война, почему Путин не посылает туда на подмогу нашим армию. Вы считаете, что с гражданской точки зрения этот поступок достоин осуждения, а вот арестовывать и судить не следует? Да, это моя точка зрения. А как же тогда поступить со статьей закона, которая говорит о госизмене и не делает исключения ни для матерей семи детей, ни для вообще одиноких, которым предоставляется... Александр Петрович, для того, чтобы был состав госизмены, нужно было, чтобы гражданка Давыдова раскрыла государственную тайну. Если эти военные служащие не поехали воевать, то это не государственная тайна. Тогда она ничего не раскрыла. Ну вот если, например, мы не собирались с ракетами, о которых рассказал Пеньковский, за что был потом расстрелян, атаковать Соединенные Штаты, то в таком случае и дело Пеньковского не должно было бы быть. Ну, это давняя история. В Советском Союзе расстреливали огромное количество людей вообще ни за что, да? Это интересный вопрос. Я могу сказать следующее. Пеньковский, он положил заслуженное наказание. А в чем принципиальная раль? А в том, что Пеньковский работал, он был специальным субъектом, он работал в государственной организации и был допущен в государственной тайне. А гражданка Давыдова не может быть субъектом госизмены, ибо она не допущена в государственной тайне никак. Нет, я считаю гражданку Давыдову банальной сплетницей, поскольку она совершенно не сумела доказать. Да, я согласен. Но я напомню, что публиковались записи в дневнике, из которых следует, что она не просто так вот увидела, позвонила, а она наблюдала какое-то время, значит, проводила, как в таких случаях говорят, оперативные действия. Ну, так еще называется инициативник. Вот что бы я сделал на ее месте, я бы не стал звонить в посольство Украины, потому что действительно плохая история. Но если бы я точно выяснил каким-то образом, что наша воинская часть снялась, уехала в Ростов, а потом оказалась в боях под Мариуполем, если бы я это узнал, я бы не в украинское посольство звонил. Я бы это опубликовал везде, где мог бы. Потому что правду надо знать. А сейчас на территории Украины, вот на территории, наверное, если мы выяснили, там есть добровольцы из России, а вот на территории Украины нет добровольцев или наемников? Полно. Полно. Я возмущен, что у нас коррупция. Я возмущен тем, что военным пенсионерам платят не всю пенсию. Я тоже принадлежу к тем, кто не согласен с этим. Но когда я думаю о государственных интересах, когда я думаю, что государство моё Россия, допустим, иногда, как корабль, представьте, попало в шторм, а есть подлецы, предатели, сволочи, которые вместо того, чтобы спасать этот наш общий корабль, они буравят бурта корабля, делают дырки и говорят, нам надо быстро убрать этого капитана, вместо того, чтобы дать кораблю дойти до какого-то определенного... По поводу капитана корабля, который и так далее. На мой взгляд, капитан нашего корабля, фамилия его Путин, уверенно повернул корабль вот с такую воронку, катастрофы, которая в своё время поглотила Советский Союз. Ровно по этой же абсолютной конструкции. На этом основании вы имеете право, гражданское, какое угодно, противодействуя эту капитану корабля, входить в сношение с иностранными государствами и сообщать то, что вам кажется государственной тайной. Я бы в жизни там ни в украинское, ни в какое, ни в американское посольство не позвонил, потому что это реально моральное предательство, это я понимаю. Но вот в случае, если она будет оправдана, или в случае, если следствие придёт к выводу, что ничего страшного не произошло, какие могут быть последствия? Да они никто думать не будут, они будут просто думать как о бабе, которая пыталась предать, по сути, или оклеветать российских военных. Другого у меня два человека не будет. Это вы так будете думать? Я так буду думать, да. А вот те, кто на самом деле не знают, на чьей стороне они оправданы... Да, они могут думать и не как о героине, вы о праве, правильно говорите, вот как Бориса, они будут думать как о человеке... А не будут они, Борис Борисович, на том основании, что она будет оправдана, считать, что это вполне допустимо? Я не считаю, что из неё нужно делать какую-то героиню, надеюсь, что её оправдают, она будет воспитывать дальше детей и больше не будет никого заводить, честно. Спецслужбы неправильно поступают, что они вообще разоблачают шпиона? Они правильно поступают, просто проблема в том, что вот поймайте настоящего шпиона, а не многодетную мать. А шпион это другое, это человек, который внедрён в наши органы, имеет доступ к тайнам, и тайна там за деньги или за что-то снабжает там, не знаю, ЦРУ, Масса, там это шпионы. То есть, если я правильно понял вас как юриста, вы трактуете закон так? Если вы не работаете в органах... И не имеете доступа к информации, то вы не можете быть шпионом. Секунду, секунду. Мало кто из шпионов имеет отношение к государственной тайне, они многие крадут эти тайны, правда? Вот вы, в данном случае, знакомы с историей этого Руслана Кацаба, журналиста, которого только что во Львове задержали за шпионаж и государственную измену. Это правильно или нет? Я не знаю, как устроен уголовный кодекс государства Украина, но если он устроен так же, как российский, по сути, то, конечно, никакой он не шпион, абсолютно. Эти люди выступают в разных хипостасях. А Кацаба, вот, на самом деле... Кацабин Федорович, это два раза... В чем разница? В чем разница? Это журналист. Журналист хочет побывать на разных сторонах фронта и рассказать то, что он видел. Это его профессиональная обязанность. Здесь женщина не имеет профессиональной обязанности к сбору, к систематическому сбору информации. Это целенаправленный сбор информации, который имеет какое-то важное значение для государства. Это две разные вещи. Есть разница принципиальная между Кацабой и Давыдовым? Я считаю, что принципиальной разности нет. Ни он в Украине, этот парень, ни она в России, точно не госизменники. Если бы он был офицер украинской армии, тогда да, это госизмена. Точно так же, если бы это Давыдовым был на самом деле сотрудником ФСБ, вот это была бы госизмена. А так нет, ни то, ни другое. Я не улавливаю, честно говоря, я думаю, я не юрист, но я не улавливаю разницу между тем, был человек офицером или не офицером. Я вижу, улавливаю другую разницу между Кацабой и Давыдовой. Давыдова позвонила в посольство чужой страны в данном случае, другой страны, по крайней мере. Она для нас не чужая, но другая на данный момент. А Кацаба и не делал такой попытки. Он никаких сведений нам о дислокации украинских частей не давал. Он рассказывал просто о том, что... Он рассказывал о том, он призывал к тому, чтобы остановить гражданскую войну. Ты был по оппозиции, да. Госпожа Давыдова, насколько я понимаю, тоже оправдывала свой поступок и оправдывали ее поступок тем, что она не хочет... Войны. Войны. Она работала, конечно, безусловно, глупо. Но с точки зрения методов она работала как тот самый изменник и шпион, в отличие от Кацабы, который является общественным деятелем. Фактически вы предлагаете осудить Давыдову как изменницу за то, что она, пусть глупо, пусть смешно, но выступала против участия российских войск в войне в Украине. Правильно? Я считаю, что Давыдову надо обязательно судить. Надо обязательно... Если она целенаправленно собирала информацию. Да, осудить и после этого помиловать. Вот я хотел бы спросить, а вы не слышали, есть ли какие-то у нас среди России или на Украине письма в защиту Руслана Кацабы? Тоже бы люди подписывались и говорили, как же так? Человек призывал против войны. Я не слышал, но наверняка в Украине кто-то за него там переживал. А почему здесь вот эта та же часть под копирку не написала письмо президенту Украины, который не просто аплодирует этому, а после этого выступает и говорит, еще 19 задержали. Я не слышал, что Путин говорил где-то. Вы знаете, вот хорошо задержали Давыдову, надо еще 10 человек. Константин, я эту стадию прожил еще в советское счастливое детство. Я тогда могу вам сказать, что очень многие считают, что Советский Союз был, мягко говоря, несовершенным государством. Писалось, что да, перед Пиньковским, конечно, да, он предал, но он боролся с тоталитаризмом. Смотрите, боролся с ложью этой системы. Константин, я вам сейчас одну важную вещь скажу. Я долго размышлял о Сталине, о войне, действительно долго, и думал, как. Я хорошо понял следующее. В 1937 году нужно было морально со Сталином бороться, а в 1941-м нет. В 1941-м надо было бороться с Гитлером, а для этого пришлось встать в строй. И это был тяжелейший выбор для миллионов людей, между прочим. А разве сейчас не такая же ситуация? Абсолютно не такая ситуация. Никакого Гитлера нет. Другое дело, чтобы общество сформировалось колонна, которая, борясь с недостатками нашего небезгрешного государства, она становится на откровенно вредительский путь, не думая о том, что кроме узких политических интересов, есть еще государственные интересы, когда надо свои политические амбиции немножко примять ради того, чтобы существовало государство российское. Виктор Николаевич, я понял. Я хочу сказать, что это в чем-то близко тому, что сказал Борис Надеждин про 1941 год и свою позицию. Правда, он считает, что сейчас не 1941 год. И разница между нами заключается в том, что он считает, что сейчас совсем другое время, и сейчас это как бы не в такой степени востребовано. Холодная война вернулась, и ничем не отличается нынешнее положение наше, может быть, только в худшую сторону, от того, что было во времена Пеньковского. Но это разные точки зрения наши. Спасибо вам за участие в нашей программе. Итак, перед нами два дела, обстоятельства которых могут показаться кому-то сходными. Уж во всяком случае, само производство по этим делам порождает подозрения в шпиономании как в России, так и на Украине. И этого для некоторых наших интеллектуалов достаточно, чтобы в очередной раз обличать собственное государство, ну и, конечно, лично Путина, оправдывая и героизируя такую вот борьбу с ними. Я не считаю это справедливым. Светлана Давыдова втайне, не делая свои подозрения публичными, доносила в посольство страны, официально объявившей нас агрессором, случайно или не случайно добытые ее сведения о планах конкретных военнослужащих конкретной воинской части. Руслан Кацаба, насколько я понимаю, ни в коей мере не был вольным или невольным информатором нашего посольства или спецслужб. Он арестован за то, что публично выступил против гражданской войны. Ставить Давыдова с Кацабой на одну доску, это примерно то же самое, что отразрения Сахарова или Солженицына с Пеньковским. Мне может не нравиться точка зрения Сахарова, но мне не придет в голову обвинять его в шпионаже. Точка зрения Пеньковского же меня вообще не интересует. Предатель есть предатель. Получает ли он за это доллары или политическое убежище или то и другое вместе. Думаю, госпожа Давыдова должна пройти через суд, получить приговор и быть амнистирована. Из сострадания Кассандри. Не надеясь переубедить своих оппонентов, мы ждем по крайней мере, что все те достойные люди, кто подписал обращение к Путину по поводу Давыдовой, Елизавета Глинка, Наталья Солженицына, Владимир Познер, Андрей Звягинцев и другие, постоянные герои тех наших телеканалов, в которых успел выступить Руслан Кацаба, найдут себе силы призвать своих украинских коллег в его защиту. Хотя бы из транспарентности, как любят выражаться в образованном обществе. Или из любви к детям. В прошлый раз в разговоре с Николаем Азаровым мы выяснили, что уже более 200 детей погибло в той самой войне на Украине, которую заключенный Кацаба призывал остановить. В начале февраля в Казани прошел первый международный форум автомобилестроения, в котором наряду с 280 руководителями компаний автомобильной индустрии России приняли участие представители Ассоциации европейского бизнеса. Это событие могло бы показаться узкоотраслевым, если бы не та обстановка, в которой промышленникам России сегодня приходится вести свое производство и развивать контакты с иностранными партнерами. В условиях санкций и завышенной ключевой банковской ставки, согласитесь, это далеко не просто. В жизни, однако, всегда есть место подвигу, который приходит на помощь. И такой подвиг, ставший уже традиционным, как и полеты в космос, 13-й раз совершает команда гонщиков Камазмастер, победившая 17 января в ралли-марафоне Дакар. Ралли-марафон Дакар основал французский гонщик Тьери Сабин в 1978 году. Во время моторалли Абиджан-Ницца он заблудился в пустыне и нашелся только через три дня. Остался жив он только благодаря Туарегам. Сабин придумал ралли, символом которого стало изображение Туарега. До 2009 года гонка всегда должна была начинаться или заканчиваться в Дакаре, столице франкоязычного Сенегала. Но с 2009 года пустыня Сахара стала зоной постоянных конфликтов, и гонка сменила прописку, переехав на южноамериканский континент. Название решили не менять. Маршрут Дакара 2015 года пролегал по горам Аргентины, Боливии и Чили. Продолжительность трассы более 9 тысяч километров. В общей сложности 406 участников отправились в двухнедельный рейд по бездорожью. Большая часть трассы в этом году пролегла в гористые местности и на больших высотах. Ну, нынешний Дакар отличается от предыдущих, это в первую очередь высоким темпом, так как спецучастки были, да, покороче, более скоростные. Все наши конкуренты, в принципе, теряли очень много времени на спецучастках. Мы же, в свою очередь, потеряли минимальное количество времени, поэтому и результат, в принципе, получился очень хороший. Пилоты «КамАЗа» со старта заявили о своих победных амбициях. В первой же гонке они захватили все три первых места и от этапа к этапу лишь наращивали преимущество. Уже к концу гонки стало понятно, что преимущество русских настолько велико, что теперь им предстоит лишь соревноваться с самими собой, чтобы решить, кто какое место займет на пьедестале. В итоге победа досталась Айрату Мордееву, вторым стал Эдуард Николаев, Андрей Коргинов пришел третий. Пятое место – Дмитрия Сотникова. Стоит сказать, что если Эдуард Николаев и Андрей Коргинов, которые заняли второе и третье места, уже в свое время побеждали в гонке, то Айрату Мордееву победа досталась впервые. Сын известного гонщика Эльзигара Мордеева свою победу посвятил отцу. Этим летом Эльзигар трагически погиб. Он много лет выступал за КамАЗ на Дакаре, но победить так и не смог. За него это сделал сын. Команда КамАЗ «Мастер» для участия в гонках использует различные модификации автомобиля КамАЗ-4326. В 2014 году во время подготовки к гонке на автомобилях были внедрены и освоены несколько технических новинок. Начиная от пневмоаппаратуры тормозов с электронным управлением до подвески и возможности перемещаться на большой скорости в трудных дорожных условиях. Внедряя все эти новшества, важно было сохранить КамАЗ легким, чтобы он не уступал остальным грузовикам в гонке. Год подготовительной работы и эта проблема также была решена. Стоит сказать, что ралли «Дакар» к удовольствию не из дешевых. Только заявка на участие в ралли обходится в полтора миллиона евро. В составе команды 48 человек. Цена одного подготовленного грузовика – 620 тысяч евро. КамАЗ выставил на гонку 4 экипажа. Простая арифметика открывает нам порядок расходов на участие в гонке. Но все они окупаются. На заводе уже не первый раз отмечают всплеск интереса к КамАЗам сразу после их участия в «Дакаре». Сегодня КамАЗ – часть государственной корпорации «Ростех» и крупнейшая автомобильная корпорация в России. КамАЗ занимает 11 место в мире среди производителей тяжелых грузовых автомобилей. Корпорация – это 150 заводов, которые находятся в России, СНГ и дальнем зарубежье. И вот успех всей этой автомобильной махины по-настоящему в том числе зависит и от победы в гонках. Каждый раз, когда КамАЗ выигрывает на «Дакаре», цены на акции КамАЗа начинают расти. Так, например, в 2011 году, когда легендарный Владимир Чагин стал рекордсменом ралли, а команды КамАЗа заняли места с первого по четвертое, акции предприятия выросли за несколько дней на 17%. Надеемся, что это помогает. Что мы делаем, это по благо российского автопрома и завода. В значительной степени, благодаря вашим усилиям, вашим ярким победам марка КамАЗа становится все более и более известной во всем мире. Приобретает все большее значение, подтверждает высокий уровень, высокий класс предприятия и его продукции. Владимир Путин. Из поздравления команды «КамАЗ-мастер» январь 2015 год. От победы КамАЗа выигрывают все. Государство, престиж которого растет, и другие российские компании, которые помогают КамАЗу побеждать. Ну, какой КамАЗ не любит «Газпром»? В этом году впервые в составе команды «КамАЗ-мастер» принял участие спортивный грузовик, работающий на природном газе. Газовый «КамАЗ» не только справился со всеми препятствиями и сложностями марафона, но и вошел в тройку лидеров в общем зачете автомобилей. От души поздравляю вас с новой заслуженной победой, одержанной одновременно на двух континентах. Алексей Миллер, председатель правления ОАО «Газпром». Автомобиль создан в 2013 году командой «КамАЗ-мастер» при поддержке ОАО «Газпром» и банка ВТБ. Тогда основной целью проекта было определено продемонстрировать возможности природного газа в качестве моторного топлива. Очевидно, что победа на африканском ралли – это отчасти и очередная победа русского газа. Есть такие простые герои, которые делают все, что от них требуется в нужный момент. Мы привыкли к победам в спорте и на поле боя. Победа, основанная на мощи моторов и совершенстве технологий, к сожалению, не такое частое явление в наши дни и оттого тем более ценное. Пожелаем успехов команде мастеров «КамАЗа», уже начавших подготовку к следующему марафону «Дакар-2016». С вами был Константин Затулин. До встречи в программе «Русский вопрос» на следующей неделе в это же время на канале ТВ-Центр. Субтитры создавал DimaTorzok Продолжение следует...